Третий этап серии «Изи-карт» проходил в праздничный уикенд, перед Днём Независимости. В классе «Изи-60» на соревнования заявились всего пять гонщиков, трое из которых – Андрей Тимофеев, Иван Шмыков и Игорь Яворовский – уже хорошо знакомы телезрителям. Но остальные участники, видимо, отдыхают на дачах с родителями или просто решили сменить привычную гоночную обстановку на домашнюю. Некоторые из Новгорода, и они не смогли приехать. В гонке Тимофеев и Шмыков уверенно отрываются от пелетона и ведут борьбу за лидерство, по очереди обгоняя друг друга. В этот раз удача на стороне Шмыкова, и право последнего обгона он оставляет за собой. В обоих заездах Иван вырывает лидерство на заключительных кругах дистанции. Третьим с большим отставанием приходит Яворовский. В стане «Изи-125» царит рабочая обстановка. Несмотря на праздник, солнечным субботним днём на трассу вышли аж 20 участников. А техника начинает показывать характер. Естественное желание каждого спортсмена добиться лучших результатов, быстрых секунд, и идёт процесс по работе с мотором, который может приводить к таким неприятностям. Вот он, день независимости. Поведение техники иногда зависит совершенно непонятно от чего. И уж точно не зависит от турнирного положения пилота и его желания выиграть. У Александра Крамарского, как и на первом этапе, проблемы с двигателем. Они преследуют его весь день и позже не позволят участвовать во втором финальном заезде. Произошла та самая проблема, которая становится постоянной. На протяжении нескольких гонок мы испытываем проблемы с мотором. А вот в команде Александра и Алексея Сидоровых, благодаря новому механику, всё работает идеально. Никто не подозревал, что лучшее время Александра в первой тренировке – это только начало. За лидерство во втором финале борются Евгений Федотов и Александр Сидоров. Сидоров финиширует первым и становится лидером турнира. Отдадим должное – Александру помог мотор Крамарского, который продемонстрировал свою независимость и вышел из строя. Мнения о причинах этих проблем разделились. Мы не в праве нарушать предлагаемые фирмы-производителям какие-то рекомендации. То, что спортсмены немного уходят от этих рекомендаций, в общем-то, есть, наверное, причина. Иначе думает сам пилот. Придётся пересмотреть отношение к одной из крупнейших нефтяных топливных компаний России. Ну что ж, впереди ещё полсезона, чтобы узнать ответы на все технические вопросы.